Кто за предложение 100 тысяч рублей? Прошу голосовать. 95 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Выносится наказание 95 тысяч рублей. Могу теперь сказать, обратиться к администрации? Обратиться. Хочу обратиться. Нет, два вопроса. Первый вопрос. Это при рассмотрении прошлого вашего заседания, когда вы назначили, там максимально было 30 тысяч рублей, вы назначили 10. Я просто вот, ну, мне интересно узнать позицию вашу, чем вы руководствовались, тех людей, чем вы на комиссии, которые говорили о 10 тысяч рублей, голосовали за это решение. Вы пожалели одного человека, у вас три деревни, у нас три деревни с жалобами обращаются, шесть деревень обращаются с жалобами, в которых проживает нифига ни один человек. Вы при этом нормально голосуете 10 тысяч, пожалеем одного предпринимателя, который увозит, и все нормально, мы там принимаем решение. И все равно вернусь, вы как хотите, можете обижаться, не обижаться, вернусь я к этой шубине, которая с этим, с мусором принесла. Там максималку все проголосовали, все было нормально. Вот почему там, понятно, банков мешался потом эту тему, назад откатили. Ну, я вот просто чем руководствовался в том случае и в этом. Три деревни, шесть деревень, там люди живут, жалуются. Второй вопрос, мне тоже непонятно. У нас заседание комиссии состоялось сегодня какое-то число, в апреле. Когда у нас жалобы идут по этим деревням? Они у нас идут уже там с января или с декабря месяц. Первое заседание состоялось сегодня. Ну, по рыб-питомнику. Второй вопрос, мне тоже непонятно. У вас по рыб-питомнику стояло заседание сегодня. И вот сегодня я тебе специально спасибо, что дали возможность провести все, всех послушать. У нас юридическое лицо, которое я рассматриваю, не буду его называть. Вы сегодня сколько его, такое повторное, там, третий или четвертый раз рассматривали. И штрафуете, там тоже нормально, и по 100 тысяч рублей одновременно должностное лицо. А в этом случае собираемся только в апреле месяце, и один раз впервые собрались. Я вот хочу у вас спросить, на следующее заседание вы пригласите рыб-питомник, будет повторное рассмотрение? Потому что вот на сегодняшнее утро, я знаю, подтление продолжается, складирование продолжается. Если бы мы штрафовали по 100 тысяч рублей, то это не может быть техникой, куда-нибудь. Я сейчас вот не для камеры, а для вас хочу. Мне просто самому хочется понять, почему так происходит. Вот если есть какие-то пояснения, вы поясните. Там вот, я не знаю, может быть, у вас в материале дела есть, тоже хотел вопрос интересно задать. Рыб-питомник свозит, он покупает эту вузгу или нет? Есть такая информация? Нет, для нас это не формально. Понятно, что это коммерческая тайна, но... Нет, это нет, это не коммерческая тайна. У нас в самой диспозиции статьи, это ненужная информация. Ну, можно же изучить по лучшему документу, давайте посмотрим договора, каким они возят. Как мы изучали все. Изучали? Ну, можете туда ответить. Они за деньги возят, я же не говорю сумку какой-то. Нет, это я изучала в рамках нашего 104-го ЗСО. Вы сейчас дополнительную информацию спрашиваете, которая сейчас как административная комиссия, они никак не относятся. Да что, все равно вам скажу, потому что уже там и Олег говорил, удивился с этой темой. У нас получается, в чем абсурд? Я не знаю, там, мы потом СМИ покажем, рыб-питомник посмотрим, если они не в курсе. Рыб-питомник закупает эту вузгу, а другая ферма получает за это деньги. То есть рыб-питомник закупает вузгу, чтобы себя хранить или там сжигать или что. В чем вот это вот тоже непонятно, это тоже, наверное, правоохранительным органам. Пока СМИ здесь, тоже скажу, МЧСники звонят, затушите, МЧС у нас что получается? МЧС у нас горения прямого нету, дымища валит, но мы не приедем, тушите. Ваше предложение? Мое предложение, надо вопрос ответить, почему сегодня впервые рассматривались, почему до этого не рассматривались. И второй вопрос, почему на предыдущем заседании комиссии назначили не там максимально возможным, понятно, 29-99 можно назначить, это же не максимально. Если на прошлой комиссии была Сайфудинового, она к командировке, будет вопрос, можете ей задать. Максимальный штраф это 100 тысяч рублей сегодня. Это не максимальный, по той статье 30 тысяч рублей. А что там, какая градация есть? На 5 тысяч рублей дешевле? Вы предложили 50 тысяч рублей вам. Не стыдно предлагать такой штраф? Почему так? Не стыдно, а вот может быть съездить в деревню, пообщаясь с вами, может быть тогда будет стыдно. И то же самое по предыдущему заседанию. У нас нет протокола фрага. А многие из вас, представители власти, которые сейчас везде и всегда критикуют, и вы на себя эту обязанность берете, зачем вам это делать, понятно, для них это... Роман Сергеевич, у нас все в рамках закона происходит, заседание комиссии, вы присутствовали, мы сегодня в заседании рассмотрели 13 протоколов. Роман Сергеевич, вот не поверишь, но здесь нет, я не знаю, скорее всего, нет ни одного члена комиссии, который каким-то образом... Знакомый, заинтересованный, или что-то с этим рыбопитомником. Если он как бы нарушал или нарушает, значит, надо наказывать. Я не знаю, я не могу сказать, как быстро составляются протоколы, вот как были подготовлены, нас собрали, мы рассмотрели. Роман Сергеевич, можно я вам... Не составляют протоколы, составляют должностные лица. Вы отвечаете же за работу тоже в том числе и подготовку? Я сейчас... Подготовку документов, которые поступили к нам. Протокол у нас был составлен 24 марта. В течение двух месяцев мы его можем рассмотреть. Я же значила, что там что-то горит? Должностные лица нам предоставили протокол 24 марта. Можно любой из вас... Можно. Любой гражданин, который проживает на территории Балаковского района и города Балаково, в том числе Малоперековной, мог обратиться раньше, что там говорили шелуха. В принципе, должностные лица выехали и вы создали протокол. Возьмите глаза и еще посидите еще три месяца. Мы вас услышали, Номан Сергеевич, спасибо. По поводу того, что вы говорите, закон-незаконный, решение-нерешение. Вы комиссии проголосовали за 10 тысяч, это ваше решение было. Это не каких-то работников, жителей, это ваше решение. Мы не отказываемся, что комиссия проголосовала за 10 тысяч рублей. Там было три предложения, по-моему. У нас аргументировано 10 тысяч было тем, что у нас сейчас находится подписанный Путину мораторий на привлечение малый и средний бизнес. Почему вы сейчас говорите? Вы сейчас рассматривали юридическую кампанию. Юридическая кампания, потому что это повторно было. А мне просто интересно, как оно вам относится. Вам ответили, что поджог, что он возил. Почему я должен ему снимать штраф, если он просто возил? Он тут так же сидел. Да он завтра гранату будет возиться, вы тоже будете говорить, но он же просто возил. Ну вы понимаете, вы что, первый раз, вы не в этом городе живете. Мы живем в городе живу, но мы с вами не в комиссии. Вам нужно еще раз привести, где вы, с моей точки зрения, неправильно поступали. Причем здесь все это, что-то не поймете. Это было решение комиссии, вы сейчас начинаете давить на комиссию. Каждый вы спрашиваете, почему вы так делаете? Я объяснил, почему я так делаю. Потому что диссонансы у вас в решениях ваших. Поэтому и общаюсь с вами. После решения, вопросов нет после решения. У вас одно решение, я говорю, там, по Шубину вы максималку. Доман Сергеевич, мы вам предлагаем войти в состав административной комиссии. Вы что думаете, не войнушка? Не, а было такое предложение, по-моему. Почему-то оно было отклонено вами. Поэтому давайте, чтобы не было разговоров. Вы сами пишете. Я за свои слова тоже отвечаю. Когда же предложение будет? Хорошо. Мы вам предлагаем войти в состав административной комиссии. У меня предложение прекратить вот эти, что-то, кино. Давайте в другом месте, как бы, пообщаетесь. Если есть желание войти, входите. Спасибо большое. У нас есть желание выйти, выйдем. Как бы, это все такое, как бы, это самое. Поэтому... Желание справедливо решения принимается. Спасибо. Спасибо.